Им и Зея по колено. Хотя в районе Амурской-1 купаться и нырять опасно для жизни. Здесь расположен причал, но нет вышки, буйков и матросов-спасателей. А вот чего с избытком, так это мусора. Ил, трава, кирпичи валяются. Я купаться залазил и наступил на стеклину и порезал вот здесь себе ногу. Среди мусора лежим. Семечки полетели. Это пустая упаковка на нас. Ну, лежим. Район Амурской-1 в список официальных мест массового отдыха не входит. Поэтому уборку здесь не ведут, нет даже контейнеров. Поставить вышку с матросом-спасателем тоже не могут. Все упирается в деньги. Этот район патрулируют на катере. Очень много мест. Это можно по Зеи пройти. Это Зея постоянно наполнил. Если столько мест, столько вышек. Ты представляете, сколько надо матросов-спасателей нанять? Это надо человек, наверное, 200. А сколько надо денег в бюджете запланировать на это? Это все же связано с этим. Это место власти благоустраивать не будут. Возможно, обратятся к судоходным компаниям, чтобы те взяли шефство над территорией. Зато на всех остальных местах, где по традиции купание запрещено, будут и вышки, и матросы-спасатели. Из-за того, что был подъем воды, вышки устанавливают только сейчас. Всего их будет четыре. Две в поселке Зазейске и две в местах отдыха в районе улицы Набережной от Литейной до Чехова. Матросы-спасатели здесь уже дежурят. Сейчас все спокойно. Все под наблюдением, под присмотром. Вода трибит происшествия. Существуют места массового отдыха людей. Мы их огораживаем буями. Также будет проводиться обследование водолазами с нашими специалистами на наличие посторонних предметов, то есть арматуры, стекла, кирпичей. Обследование. Ну, я думаю, мы завтра начнем после установок вышек и оборудования. Завтра начнем обследование дна и завтра же и закончим. Кроме того, скоро на этом участке берега Зеи появятся новшества. Мы сделаем там спортивную площадку, также восстановим, поставим кабинки для переодевания. Сейчас в ближайшие дни у нас наше дорожно-экспортационное управление сделает ремонтное профилирование улицы Набережной. И будут у нас организованы в этом году автостоянки для автомобилей. Пока полностью готовы к приему горожан только два места в поселке Зазейский, въезд на которые платный. А сами горожане продолжают купаться там, где запрещено. А не есть пляжи в Благовещенске? Я думал, даже в Сачах теперь нет пляжа, потому что там есть стройка. А так единственный пляж, который есть более-менее, да, это, наверное, на Бхукете там один общий пляж. Все в нем купается, всем там места хватает. То у нас так пародия. Больше и пойти никуда. И мы недалеко живем. Поэтому, естественно, мы идем сюда. А куда еще? Ни на одном из шести мест отдыха купание небезопасно. Не позволяет течение реки и особенности дна. А во Владимировских озерах обнаружили яйца гельминтов. Так что в Благовещенске, который стоит на слиянии двух рек, искупаться в жару официально просто негде. Светлана Рожкова, Евгений Налабардин. Альфа-Новости. Субтитры создавал DimaTorzok